ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ёксер-моксер. Не гуди, идиот! Дают права кому попало. Ну что, барышня, газ с тормозом перепутали? Ты что, спишь, что ли, дура безмозглая? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, похоже, что наша. Только за сегодня шестая жертва. Черт знает, что творится. Серебрякова Виктория Васильевна, 1985 года рождения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шесть трупов сегодня, 47 на прошлой неделе. Чему дело сразу не передали нам? Будем ждать, пока полгорода вымерет? В случае этих 47, потолгоанатомы подозревают, что сердечную недостаточность могло вызвать отравление. Наличие следов от инъекций позволяет предположить, что яд попал в организм через вену. Возможно, вместе с наркотиком, поскольку эти 47 человек были наркоманами. Нас попросили провести анализ тканей. Думали, что это передозировка, а когда выяснилось, что речь идет о, возможно, новом наркотике... То дело передали нам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай прямо здесь. Нет. Пойдем, побежали. Ой, мама. Андрюшка, сынок. Здрасте. Намечается связь. Некоторые погибшие молодые люди были посетителями одного ночного клуба. Пять кубиков. Весьма сомнительная связь. Клуб очень модный, туда пол Москвы ходит. Тем не менее, среди личных вещей погибших, которые нам привезли, есть несколько флайеров и клубных карт этого значного места. Флайеров? Ну, флайер. По-русски контрамарк. А если еще были по-русски, то это пригласительные, обычно на два лица. Просветили. Спасибо. Прошу. Клуб. Пять кубиков. Колбаска. Сливки с рынка. О, а это брусника, как ты любишь. Только бы ничего не испортилось. В поезде такая духота. Мам, ну ты бы хоть предупредила, что ли? Да что предупреждать, сынок? Села да приехала. Что, мы посторонние, что ли? Мам, а если бы мы до утра не приехали, сидела бы под дверью. Не беспокойся, я за тебя, сынок. Ну, скажи мне. Кто эта девушка? Почему она осталась? Ее что, дома никто не ждет? Мамочка, это Стелла. И мы вместе живем. Владелец ночного клуба Саламат Тарас Андреевич. Несколько сроков по статьям «Разбой», «Мошенничество», «Наркотики». Последние 10 лет легальный предприниматель. В данный момент у нас на него ничего нет. Наверное, поумнел? Может, поумнел. Рядом на фотографии кто? О-о-о, это личность неординарная. Федякин. Помощник Саламата. Туповат. Но зато агрессивен. 15 лет по колониям. Выдающаяся компания. Ну, здравствуй, умный человек. Что скажешь? Про что? Про то, как наши клиенты на тот свет отправляются. Не по твоей ли милости? Я тут ни при чем. Формула идеальна, я же говорил. Ну, не может быть ошибки. А почему тогда люди умирают? Да, почему? А вы уверены, что из-за меня, да? Сам процесс исключает возможность ошибки. Ну, как вы не понимаете? Я же уже сотню раз все проверил и перепроверил. Выходит, ложная тревога. Больше сорока чудиков окочурились. С кем не бывает. Так? Ладно, расслабься. Выпей. Может, мы и правда не при делах. Но ты будь повнимательней. Да я уж... Ладно, верю, верю. Но хочу знать точно. Доверяй, но проверяй. Вот ты и проверишь. Хорошо. Я пойду? Иди. Посмотри за ним. Как? Он же один работает. Камеру поставь, Дубина. На работе, дома, везде. Попло только переводить. И трой базар. И вот что. Сегодня вечером и завтра не торгуем. И еще. Химик привезет очередную партию товара, проверишь. Проверишь. На ком? Да хоть на себе. Странно. Не правда ли, Галина Николаевна? Никогда такой реакции раньше не видела. Вот и я тоже. Вещество, судя по продуктам распада, попав в организм, преобразуется в сильнейший токсин. Идентифицировать вещество мы сможем только тогда, когда препарат будет у нас на руках. К сожалению, да. Но завершающая стадия реакции однозначна. Прием препарата вызывает сердечную недостаточность и смерть. Вырядили меня как клоуна. Я в этом никуда не поеду. Это почему? Ты выглядишь как гламурный подонок. Ну ты что? Ты красавец-мужчина. Никого не слушай. Так, проверим связь. На. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Отлично. Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Чудненько. Так, вот это тебе. А вот это вот тебе. А вот это вот я уже точно не одену. Это не модно. Модно, не модно, зато практично. Здесь вмонтированы камеры. И в сумочке, кстати, тоже. Так что поаккуратнее. А передатчик будет в машине. Хорошо. Ну что? Готовы? Готовы. Поехали. Петрович. Я тебя, конечно, уважаю. Ты человек авторитетный. Но ты так вырядился, что если заявишься в клуб в таком виде, это все равно, что спецназ туда вызвать. Да это вообще не кламурненько. Спецназ, я думаю, рановато. А вот продажный мент, думаю, подойдет. Напугать их надо. Чтобы они торговлю свернули. И трупов больше не было. Ну, а если повезет, ребята возьмут кого-нибудь с поличным. Ну, двинули. Двинули. Николай Петрович, меня подождите. Все козлы сдали товар. Да, почти. Изувер остался. Почему остался? Походу, никогда ехать не может. Идиоты. Идиоты. Я же сказал, чтобы к вечеру все отчитались. Я что, должен сам всем этим заниматься? Ну, извини, у меня не было времени за всеми гоняться. Или не ты мне ночью сюрприз устроил? Помню! Помню! А кому я еще должен был поручить? Это дворнику? Ты что гонишь? Куда дел-то? Куда? На остановке высадил. Ладно. Изувер появится. Прими товар. И все. Закрываем лавочку. Че, типа все? Посмотрим. Привет, мам. Поешь? У меня суп, котлетки, сейчас салатик нарубим. Не-не-не-не-не-не. Я только кофе, мне пора уходить. Много не накладываю. Давай, поешь. Твой любимый супчик. Мам, где Стелла? Понятия не имею. Вчера она весь день спала. К вечеру проснулась. Кофе с папироской. Ванна с папироской. Андрей, ну что у вас с ней? Да неужели серьезно? Ты знаешь, как у нас про таких говорят? Мам, не начинай, мне пора. Как, ты уже уходишь? А с матерью поговорить? Ну я же за тобой две недели бегаю с вопросами. Ты мне обещал, что ты мне расскажешь. Расскажешь, где ты работаешь и кем. И откуда? Откуда все это? Ты слышишь? Мам, все, пора, пора, пора потом. Ну вот. И поговорили. Возьмите вот этот коктейль. Пара коктейлей, и вы на Луне. А я хочу на Венеру. Не получится, на сегодня полеты отменили. Жаль, а я хотел. Бармен, нам на Луну. Два коктейля. Вот эти. Мне и... Стелла. И Стелли. А я, Альберт, ты нравишься мне очень. Че? Пошел вон. Э, алло. Вон пошел. Ну-ка, малыш, плесни-ка мне грамм двести водки. Ты крутой, дядя. Убери свои деньги, парень. Девушку угощаю я. Если она не против. Не против. Стелла. Стелла. Дядя Коля. Стелла, тебе антиквариат нравится? Для тех, кто не понял. Топай отсюда. Я вернусь. Ищу. Уверен? Заведение угощает? Ну что, Стелла? Слушай, ну что? Не-не-не-не, сегодня не получится. Я понимаю, кризис, да, все дорожает. Да не, нереально, у нас сегодня торговлю отменили. Что значит отменили? Это не разговор. Слушай, ну я могу денег добавить. Ну, у меня полно. Ты только скажи, я же никому не... Так забери деньги, забери деньги, я сказал. Слушай, ну... Слушай, смотри, вот часы, а? Номерные. Две тысячи баксов стоят. Две штуки баксов, говоришь? А, да. Везет тебе. Нет, ты не понял. Это тебе везет. Не твои. Что за стиль? Никогда такого не видела. Рестайл! Слышала? Слышала. Свободный стиль. Ну ты крутой. Даешь, папаша. Мне бы подзарядиться химическим снарядом, я бы тебе такие коленца показал. Закачаешься. Ай-яй-яй, такой хороший папик. И химией увлекается. Это я так. Балуюсь. Что-то сегодня все баловники разбежались. Я одна осталась. Как это вообще? Ай-яй. Папаша, ты шутишь? Никуда не уходи. Скоро вернусь. И зубер дрянь торгует. Разберись с ним. Гаденыш. Мальчики, скучно что-то? Не знаете, чем можно взбодриться? Нет. Пойдем. Двое мужского туалета. Проверь, по-моему, что-то не то. Давай, давай, снимай часы. Тикуй ты, ладно. На, тут на несколько раз хватит. Только смотри, если проболтаешься, убью. Понял? Точно понял? Добро пожаловать в мой клуб. Надеюсь, вам все нравится. Может, выпить чего вы хотите? Коньяк, виски, джин, коктейльчик. Я водки выпил. А мешать сами знаете. Вы к нам по делу или так отдохнуть решили? По делу. Чем могу быть полезен? Жизнь тяжелая. У меня, знаете ли, семья. Жена, дети. Жене шубу. Дочке, понимаешь, школу с английским уклоном. А времена тяжелые. Да, времена тяжелые, тяжелые. Только я-то тут при чем? Ну так клиентов-то у вас много померло. Экология нынче не та, что раньше. Химия, знаете, кругом. Вот. Химия. У нас ведь ребята отравления подозревают. Все не могут понять, что да как. А я понял. Я ведь не дурак. Ну, и о чем вы догадались? Ну, клуб-то они все посещали. Практически все. Жар. Жар, конечно, ребят. Только уверяю вас, наше заведение здесь ни при чем. Так что веселитесь, отдыхайте. Ну, за счет заведения, разумеется. А больше ничем помочь не могу. Извините. Братка, продаешь? Нет, мужик, это не мое. Жаль. А то я бы купил, деньги есть. Слышь, мужик. Да это да, это друг мой. Он потерял. Что? Друг? Да. Братка. 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 Я. Я твой друг. Я. Из федеральной экспертной службы. Капитан Котов. Мы сейчас с тобой тихонечко, весело отсюда выйдем. Но ты ничего не сбрасываешь. Иначе я тебе ногу прострелю. Ты меня понимаешь. Хорошо? Одного взял. Проследи за вторым. Пойдем. Извините, пожалуйста. А это случайно не вы обронили? Ба, кого я вижу? А может, заждались. Что жадный фрей разгубил? Далеко собрался? Кто? Я. Я вчера была у тебя в институте. Твой научный руководитель сказал, что ты у него больше не работаешь. Да. Подался в бизнес? Да. И что в этом криминального, мам? Ничего. Кроме того, что ты мне соврала. Кажется, я тебя этому не учила. Почему я должен постоянно оправдываться? В чем я виноват? Почему, когда у меня наконец-то все наладилось, у меня появилась Стелла, квартира, высокооплачиваемая работа? Ты называешь это наладилось? Да про Стеллу я вообще молчу. Подожди. Я только хочу знать одно. Чем ты занимаешься? И откуда у тебя все это? Ты пойми, у меня неспокойно на душе. Мама. Я сыт по горло твоими вопросами. Рота в ружье. Белозеров. Скажи, а ты премию за прошлый год получал? А что давали? Дадут. Белозеров обязательно дадут. Если ты мне сделаешь анализ, вот это вот порошка. Какому времени надо сделать? Утром. Утром? Да хорошо. Что? Уже утром? Господи, как время-то летит. Все это очень странно, Коль. Все жертвы молодые люди. А это уже не молодая женщина. Лет пятидесяти, ну или около того. Вчера привезли без документов. Но причина смерти, она и та же. Сердечная недостаточность, вызванная отравлением. Где след от укола? След от укола вот он. Пожалуй, это отличает ее от всех остальных. Кроме всего прочего, этот укол для нее стал первым и последним. Время смерти примерно с двадцати до двадцати одного позавчерашнего вечера. Вот этот... Ой, этот вот Федякин, он меня и толкнул. А этот вот, это дилер. Уверена? Доказательств у меня нет. Но то, что продавец он, я уверена. Ну, почти. Вот на него надо разослать ориентировки. Ты, урод! Трупов мало? И Зувера зачем завалил? Да ненарочно, я так получилось. Так получилось, мама, прости, да? Только я тебе Федякин. И мама, учти, ты лучше свои трупы посчитай. Таблетку дать? Обезболивающую. Ладно, проехали. Валить надо, Федякин, валить. Лабораторию уничтожил? Не успел еще. Все утро с изувяром провозился. Что за девка? Окло него крутилось, выяснил? Да никто не знает, новенькая. Ушла с клиентом и модником. А модник кто? А пес его знает. Не нравится мне все это, Федякин. Не нравится! Мент еще этот. Стрелки-то что скажешь? Не знаю пока. Потом решу. Коль, давай подумаем, что у нас есть. Практически ничего, если не считать тело в морге, среди которых два так и не опознаны. Но с этим мы пока ничего не можем сделать. Заявления о пропавших без вести у нас нет. Белая видела курьера дилера. Мы разослали на него ориентировки. Почему Федякин гнался за ним? Возможно, Федякин был связан с цепочкой курьеров, но доказательств у нас нет. А владелец клуба Саламат? Практически чист как стеклышко. Хотя я уверен, что он знает все, что делается в его клубе. За ними надо установить наблюдение. А что с задержанным? Покупатель. Уговорил курьера продать наркоту за трогие часы. Это все, что он мог сказать. Синтетический наркотик последнего поколения. Формула новая, весьма интересная. Я еще не во всем разобрался, поэтому мне кое-что непонятно. Пока все, Галина Николаевна. И я пойду спать, потому что я очень устал и не выспался. Сколько можно? Ты сегодня в переговорах что делал? Спал, но там неудобно. Ну вот видишь, поделаешь кофе выпей. Слушаюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идите! Слава за все! Или помочь! А ты попробуй взять меня, парла! Давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Парень сопротивлялся. Я провела анализ, и на костяшках кулака у него кровь другого человека. Но это ему не помогло. Зато нам поможет. Федякина задержали, предполагаемого убийцей курьера. Как раз в тот момент, когда он избавлялся от улик. Да, Галина Николаевна. Тут же еще и черепно-мозговая имеется. Это и есть причина смерти? Да, только травма на голове. Это результат падения и удара, я так думаю, обулыжник, судя по составу грязи в ране. Но причина падения – драка, ведь так? Я уверена, что так и было. Время образования ссадин на кулаке и раны на голове совпадают. Ну? Здравствуй, Федякин. Изуверцева догнал? Не понял. Ну как, выбегали из клуба девушку еще, сбили. А, торопился. Свежим воздухом подышать захотелось. Вместе с Изуверцевым. Ну да, а что? Да нет ничего, просто после того, как вы воздухом побежали подышать, его тело нашли среди живописных развалин. Да? А я-то тут при чем? Котлы твои. Ну, мои. Чужое донашиваешь? А что не поносить, если вещь стоящая? Слушай, Федякин, ты же опытный человек, тертый калач. Ты же знаешь, что нашли в подвале. Более того, должен хорошо считать годы, которые тебе накрутят. Организация производства, сбыт и хранение наркотиков. Я уж не говорю про 50 загубленных вами душ. Ты человек не сентиментальный, но это тоже учтут. В общем так, я сейчас пойду чаю, попью. А ты посидишь, подумаешь и годы посчитаешь. Шевели копытами. Пшо! Слушай, ну, умная косяча, ну, с кем не бывает? Больше так не буду, вот тебе крест. Ты что, в натуре, рапсы попутал, что ли? Я тебя что, воспитательница? Ну, что тормозишь, деньги давай? Да, вот деньги и товар. Слушай, только как я теперь перед боссом-то нашим отчитаюсь? Это что, мои проблемы? Ты что, в натуре, решил на меня свои косяки свалить? А? Ты на кого руки тянешь, падла? Взгляните на эту форку. Ничего смертельного. Обычный препарат. Наркотик, как наркотик. Ну, это спорный вопрос. Продолжай. Теперь мы вводим сюда нейтрализатор. Да, действительно, если его добавить, то действие наркотика отчасти нейтрализуется. Но под воздействием белковой среды организма этот нейтрализатор превращается в сильный действующий токсин. А это полностью совпадает с версией в отчете Антоновой. Вы читаете мои мысли. Но этот процесс длится от 30 минут до 12 часов в зависимости от метаболизма каждого отдельного человека. И компонент нейтрализующий превращается в компонент убивающий. Кстати, некоторые компоненты этого препарата выводятся из организма до наступления смерти. Так вот, почему мы не могли понять, с чем имеем дело. Молодец. Да, слушаю. Да, хорошо, сейчас идем. Сиди, сиди. Ну, показывайте свои сенсационные кадры. Вот это, Галина Николаевна, материалы из багажника Федякина. А вот и он сам. Это он только что камеру установил. Кривляется. Шимпанзе. Сигнал проверяет. Распечатай-ка мне потом эту гимнастику. Так, что там дальше? А эта женщина у нас в морге. Единственная пострадавшая пенсионного возраста. С виду обыкновенная женщина. Готовит, убирает, стирает. А кто это? О, я же ее знаю. Это девушка из клуба Стелла. Да. А что она там делает? Выясним. Необыкновенная личность. Целый день спит. Перед зеркалом кривляется. Вечером уходит. Вот, смотрите. Стоп. Фото этого парня нужно распечатать и отнести к Антоновой. Он, похоже, тоже на сборки. Так, а теперь будьте предельно внимательны. Сейчас я вам поставлю другое кино. Это тот же день, но место другое. Судя по всему, это лаборатория. И, по-видимому, она находится либо в подвале, либо в гараже. Там тоже стояла камера. Так, значит, вот кто пытался нейтрализовать наркотик. Да, тем самым превратив его в яд. Зачем же она тогда его себе ввела? Что, совесть заела? Вряд ли. Надо найти эту девушку и выяснить адрес съемки. Ну что, Федякин, надумал? Ты о чем, начальник? Твоя фотография. Ну и я. Дальше-то чего? За кем следил? Да за корешем. От которой наркотики изготавливал? Это его дело. Послушай, Федякин, зачем ты меня раздражаешь? Тебя же взяли с поличным, когда ты из подвала улики пытался увезти. Святое дело, начальник. Это что-то непонятное. А чего ты ржешь? Пальчики твои напалены на наркоте раз. DVD-диски два. Труп из Уверцева три. Хочешь все на себя взять? Я тебя очень прошу, Федякин, возьми на себя. Все. А я дело закрою. Спасибо. До свидания. Ну, погоди. Что-то срок слишком большой ломится. Сотрудничество следствием у вас как? Засчитывается или как? Искренне, Федякин. Искреннее. Лады. Ну, короче, это все Саламат придумал. У него вообще какой-то талант из любого дерьма деньги делать. Ну, в общем, когда его дочка за невестица задумала, он этого химика... Какого химика? Ну, вот он, аспирант. Химфак МГУ. Ну, короче, парень с мозгами. Как зовут? Кормухин Андрей Игоревич. Ну, химика-то мы ему так промеж себя погоняло дали. Так и осталось. Вот Стелка, дочка Саламатова. Они с ним у нас в заведении познакомились. Стелка. Когда это было? Ну, полгода назад и было. Ну, короче, мы его пробили по всем каналам, как полагается, кто, откуда. У нас этим строго. Саламат, он по жизни никому не доверяет. А оказался неплохой парнишка из Алапаевска. Стипендиат. Ну, Саламатом тут же квартирку сварганил, там мебель, машину. Ну, типа, потом, когда раскрутитесь, отдадите. В общем, взял парня в оборот. Ну, да. Не заметника так и взял. А потом говорит, что все, типа кранты. Отрабатывать надо. А Стелла знала о делах отца и жениха? Кто ее разберет? Она вообще какая-то не от мира сего. Дизайнер по цветам, что ли? И стал химик, как золотая рыбка, все желания шефа исполнять. И так у нас все покатило, как по маслу. Ну, до тех пор, пока по нашу наркотесту к народу не скопытилась. Алло. Смотри, в машине Федякина на заднем сидении я обнаружила волос. Аналит ДНК показал, что этот волос принадлежит Кормухиной. Это мать химика. Спасибо. И понял ты, Федякин, что вам Кормухина весь бизнес портит. Что дальше было? Ну, короче, когда я понял, что эта старуха нам весь кайф поканит, шепнул Саламату. Ну, он сказал, что типа сам эту проблему решит. Когда это было? Вчера вечером. Он быстро собрался и уехал. Федякин. А ты сам с Кормухиной встречался? Кто я? Нет. Врешь? Да что мне врать-то, начальник? А врешь ты, потому что не хочешь труп на себя брать. И потому что не знаешь то, что я про тебя знаю. Да мне Саламат позвонил из квартиры химика. Сказал, что, может, старуху помочь забрать надо. Но мы с ним тело до машины и дотащили. А химика стола где были? Да в клубе. Химик как раз очередную партию товара приволок. Шефура тогда торговлю прикрыл. Шефура тогда торговлю. Ломаем, ребята. О, день добрый. Извините за мой вид. Не ждал гостей. Вперед. Не разбудили? Да нет, нет. Что вы? Без паблина. Прошу вас. Не гламурненько у вас тут. Я бы в коридоре поставила такие красненькие фонарики. А здесь, вот тут прям, свет такой рассеянный попустила. И чтобы цвет морской волны так. Для настроения. Присядьте, пожалуйста. Стелла Тарасовна, вам знаком Андрей Кормухин и его мать? Андрюша, конечно. Мы с ним живем. А мать его, мне она сразу найти не понравилась. Знаете, у нее такие котлеты. Если бы вы видели, как она одевается. Ну, у них в Алапаевске там, наверное, все так одеваются. А когда вы в последний раз видели Андрея Кормухина и его мать? Два дня назад. Мы с Андрюшей поехали в папин клуб. Мы там почти каждый вечер клубимся. А что потом? Потом Андрюша поехал на вокзал провожать мать. Знаете, такая вредная старуха. Она нам все мазки вынесла. А вы знали, что его мать собирается уезжать? Нет. Она не собиралась. Это все папа устроил. Я ему жаловалась, и он купил билеты в СВ. А чтоб все было наверняка, он Андрюшу с ней отправил. Что значит отправил? То и значит, он решил, что пусть мать и сын побудут вместе недельку дома. Но только не в Москве, а в своем Алапаевске. О, дела. Обычно в гости не дозовешься, а тут сам пришел. Жалко, стелка осталась в клубе. А я к тебе. По делу. Ну, по делу, то по делу. С мамой успел познакомиться? Успел. Формулу пиши. А зачем? Проверять буду. Мама у себя в комнате? Этого не может быть. Ты знал, что она с товаром химичит? Где? Где она? Уехала. В Алапаевск. Вещи. Ее вещи в коридоре она не могла. Вещи. Ты на кого замахнулся? Подонок! Со мной решил бороться? Ты, мразь! Сопляк! А? Запомни. У тебя дорога только одна. Со мной вариантов нет. Усёк! Придурок. Почему она? Почему и не я? Это же все из-за меня. Ты мне нужен. Ты Стылки нужен. Будущее у вас. А про это забыть надо. Она клиентов наших гробила. Ты понимаешь, она сама не остановилась бы. Уф. Турак. Турак. Лягин, далеко уехал? Давай сюда. Груз заберёшь. Стелла, мы сейчас проведём опознание. Ты должна будешь сказать, кто эти люди. Хорошо? Угу. Только мне страшно. Не бойся. Это мама Андрея. Похожа на неё. Но ведь они же уехали. Можно я не буду смотреть? Стелла, это необходимо сделать. Вы держитесь за мою руку. Стелла, ты скажи только, да или нет. Это Андрей? Как же так? Он же сказал, что они уехали. Он сказал, я поверила. Я ему всегда верю. Это он. Папка, я уже собиралась уходить. Андрей трубку не берёт. А вот это и был мой сюрприз. Поэтому я просил тебя дождаться. Каполя, не говори, пожалуйста, загадками. Я всё устроил. Твой милый поехал на вокзал провожать свою мамашу. Ну, рада? Я очень рада. Ещё чуть-чуть я бы ударила её сковородкой. Блин, а почему Андрей мне ничего не сказал? Дело в том, что он уехал вместе с мамой. Как? Куда? Он должен был меня предупредить. Времени, времени было в обрез, малыш. К тому же твоя свекровь наотрез отказалась уехать. Не наобщалась с сыном. Ну, выбор, конечно, был. Либо она ещё месяц себя изводит, либо он вместе с ней уезжает в Алапаевск. Всего неделька, малыш. Зато у тебя будет такая прекрасная возможность поскучать. Ну, это ж здорово, а? Вообще-то ты, конечно, прав. Редактор субтитров А.Семкин